здравствуйте мы уже не первый раз приезжаем на новое строительство но были на новом строительстве маленьких домов где маленькие проблемы как будто бы маленькие проблемы сегодня мы приехали на большой дом где большие проблемы ну одну из них мы можем вам рассказать вот столбик написано газ 0 4 так вот газа уже в этом доме потому что мы попросим газовую службу срочно приехать и дабы чтобы ничего не случилось не взорвались не угорели проблем в этом доме гораздо больше ну впрочем давайте с вами пройдемся посмотрим и вы сами все уйдет скажите пожалуйста что вас привело в нашу программу вчера у нас пропали газовые трубы что значит пропали были на крыше приехали домой вечером после работы труп нет а еще самое главное у нас не работает вентиляция вообще ни в одной квартире и почему и мы всегда приходим у нас нездоровый воздух квартир мы всегда открываем окна и ночью спим с открытым окном мы топим улицу а что вчера происходило в вашем доме я приехал где-то в районе двух часов здесь были сотрудники полиции и неизвестные люди по информации на чердаках помещениях сняли все газовые трубы то есть наши газовые котлы остались может быть без вытяжки без предупреждения без ничего дома живут дети у всех вот если вытяжки нету может быть случилась бы какая-нибудь ну чип и вы начали разбираться что это что за проблемы стали кто такие кто там что пилит и кто ж такие неизвестные личности пришли отрезали трубы и пошли и заварили люки и заварили чардачное помещение вообще какая-то интересная история насколько нам известно вы представляете управляющую компанию что вообще происходит с этим домом мы провели учебное собрание значит на этом собрании большинством голосов было принято практически единогласное решение о том что передать вернее передать взять на управление данный дом мы обратились с протоколом этого собрания к застройщику в связи с тем чтобы он передал нам всю документацию ну и соответственно весь дом застройщик первоначально как будто бы с нами соглашался передал нам даже ключи мы сделали обход в принципе составили протокол по недостаткам в данном доме мы взяли дом на обслуживание с тех пор застройщик с нами на контакт не идет никакие работы которые мы оговорили по такой разногласии он не устранял сегодня вот мы узнали не сегодня а вчера мы узнали что неизвестные люди ползают на крыше снимают непосредственно это будет видно в дальнейшем снимают выкишку застройщиком мы еще не общались вот кстати он подъехал что происходит с этим домом давайте так начнем с внешнего вида дальше проблема началась с того что сегодня нет взаимопонимания у меня с управляющей компанией дольщики приняли решение не передавать никому а как бы самим управлять но на период пока это идет процесс оформления права собственности все функции передать мы строительная компания нам эти функции не надо мы заключили 8 договоров то есть один договор на обслуживание газовых котлов кроме того что как я застройщик да я еще являюсь собственником жилья здесь то что все это собрание проходило это второй вопрос да просто почему-то меня никто не известил как дольщика как застройщика как собственника то есть у меня естественно возникли сомнения мне тем быстрее передам любую управляющей компании тем лучше сами понимаете да то есть они будут платить ни за свет ни за воду не за газ за воду я написал заявление да прошу расторгнуть а за свет и за газ я не написал почему потому что если я за свет напишу простудный договор да и жук теплокомфорт если не заключит договор с ними то люди будут потреблять электроэнергию с нарушением то есть его штрафовать я не стал этого делать соответственно и про газ то есть дом отключат без газа почему у людей отсутствует вентиляция сейчас как раз мы и устраняем объясняю видите с этой стороны выхода какие сделали с той стороны таких выходов нет вот смотрите мы сделали мы сделали там вентиляцию все прочее да и выходы сделали да сейчас просто проектировщики дали нам новое решение и мы его будем переделывать как здесь 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 тоже есть проблемы с вентиляцией теперь кто проводит работы там вот на чердаке почему почему уже и полиция здесь полиция смешала смотрите как то есть к нам поступило предложение мы сейчас тоже составим акт да то есть нам надо зафиксировать что необходимо устранить естественно мы начали это устранять да вот если нас сегодня говорят не надо устранить не делайте ради бога пусть дел хоть кто-то мы это все делаем бесплатно вы понимаете да ну делаем это вы или делает это ска диск делает конкретно работники ска диск это ваши работы естественно мои которых предупредили взяли у них необходимые подписи за то что они проводят работы инструктаж там все-таки с газом люди работают там газа нет вообще газа нет нет там не газ там общестроительная работа чтобы было не было как обычно как обычно приходится куда-то мне лезть да уже к этому не провокать случае чего погибну ради программы тут вот немножко и все можно в обморок упасть нет давайте вот давайте пойдемте покажите где это вот это вот в обморок то они не срезаны вот эти все коаксиальные трубы они выходят все наверх туда сейчас просто закрыли чтобы дождь не чел их снегом сломало и все было мало тут все шло сюда внутрь понятно но подождите дело в том что это же не это это же это же не первый дом вот как как в других домах и тоже снег и тоже чистила управляющая компания я понимаю у нас везде не чистят но тем не менее тем не менее в общем то все нормально трубы стоят это коаксиальные трубы я не знаю это не мне решать физический момент хорошо а это вот это что такое это вентиляция то есть вентиляция тоже на крышу не она уходит вон туда видите вон короб это мы разобрали что она должна туда уходить мы сейчас будем делать прорезать вот это все это резать я понимаю вы понимаете что у людей могут быть серьезные проблемы какие но пока вы сделаете эту вентиляцию то есть смотрите на сегодняшний день выйти вытяжки то нет они газы и заходят обратно жительным будешь я вот о чем сейчас жители задыхаются вытяжка это тяжко на всякий случай если вы не спустимся газовщиков можно бы пригласить где где газ газом вот запах газа угарный газ он не имеет ни цвета ни запаха то есть отравление идет моментально как вот если колонками раньше пользовались то есть ты него не почувствуешь потом будет пара пара трупов здесь если сейчас подтвердится нарушение то есть начальство вызвано мы отключим дом от газоснабжения пока не будут устранены вот эти неполадки то есть если будет нарушение люди сейчас останутся вообще без газа без газа будет так то есть это решение будет приниматься сейчас ну да я сейчас руководителям прямой подъедет так и значит здесь и если если он увидит что здесь явные нарушения дом будет закрываться от газоснабжения во избежание несчастных случаев так и что мы будем потом делать не знаю это не мои проблемы вот вы вы мне скажите оба что нужно для того чтобы вы во первых друг с другом как-то нашли общий язык общий язык и чтобы в кратчайшие сроки в кратчайшие сроки работа была сделана что для этого нужно и чтобы не мешали работать раз вам что нужно а нам нужно чтобы следствие этих работ не произошло никакой чп вы с понедельника 8 утра начинаете работать если нам доступа существует 8 утра 8 утра открываете вводите вас смотрите ваши люди люди там смотрят чтобы все нормально было и так далее вы не деретесь и вы делаете работу людей не выгоняете людей не доступа никого не никого не выгоняете через два дня господа два дня вашем распоряжении через два дня работы должны быть сделаны так было мужское слово мужское слово мужское слово да сюда ну все мужики смотрите приедем потом потом не обижайтесь скажите пожалуйста что происходит с газом газ данный дом проходит но факт что не уходят продукты сгорания и продукты сгорания выходят на козырек саму под крышу что недопустимо как быстро вы подключите ну то бишь если вы будут выведены оголовки и будет акт с в дпо проверки дымоходов генканалов я думаю на следующий день сразу будет вот требования всякие газовой службы о том что еще нужен будет акт проверки дымоходов генканалов которые были собраны но потом потом снова сделаем так обязательно так то есть уложитесь ли вы в двое суток нет но как делает специализированная организация и сколько это еще времени нужно будет давайте так мы не будем задерживать естественно максимально сделаем быстро я это знаю знаю без актов естественно не подключается любой человек который поводится на крышу может моментально угореть и там не останется то есть вы оба дали слово мы вновь у дома 2 дроп 3 по улице школьной в секты в каре были мы здесь 24 мая и застройщик клятвенно обещал все исправим все сделаем все будет нормально газа как не было так и нет горячей воды естественно тоже нет ну что касается тепла слава богу сегодня лето возможно люди и подождут ну наверное скорее всего им сегодня нужно запасаться приусами на них они будут готовить в новом красивом доме но вот если серьезно люди ждут уже прокурорской проверки и проверки роспотребнадзора но мы этот вопрос с контроля с нашего не снимаем и мы добьемся чтобы тех кто виноват не только выполнили свои обещания но и ответили спонсор показа и латомский приборный завод телефон горячей линии 8 800 200 01 13